Мы идем им навстречу, да? Зачем? Вот на сегодня же пришла новость, вот она ровно одновременно с этим же, вот, да, как бы с этой же новостью про МКС, пришла новость, что американцы одобрили еще один пакет, очередной пакет военной помощи Украине на 400 миллионов долларов. До этого не доходят руки у руководства, а те, кто пониже, они что-то ждут. Или не ждут, или просто, так сказать, думают, не, я лучше вообще ничего делать не буду, как бы, да? Вот. Это к вопросу о том, как всем работать на победу, да? Вот. Ну, как всем работать на победу, если те, кто отвечают за это, как бы, да, на нее не работают. Вот в следующий год уже 10 лет. С тех пор, как был Майдан в Киеве, 10 лет, нифига подобного не сделано. Ну, почему, спрашивается, да, а понять невозможно. Понять невозможно. Кто-то все играет в какие-то, так сказать, игры и рассчитывает, что это же оценит. Кто оценит-то? Кто, Байден, что ли, оценит, так сказать, или Шольц оценит? Кто это оценит? Да, а в реальности-то это, как бы, ну, упущенные возможности. Вот. А что касается Запада, сможет, не сможет. Слушайте, сможет. Сможет он прожить, так сказать, сможет прожить. Он без России сможет прожить. И более того, мы же постоянно даем им как временной лаг для того, чтобы они освоились. Освоились, так сказать, да, к этим, так сказать, каким-то ужесточающим условиям. И они осваиваются потихоньку, да, как-то, как-то проживают. Вот. Тем более, что еще раз говорю, мы их приучили к тому, как раз к этому, к тому, что мы предсказуемые партнеры, выполняющие свои обязательства. Они это поняли, и они этим пользуются. Но практически они нас тоже поймали вот на этой вот игре в джентльменов, как бы, да, значит, соблюдающих какие-то там правила. Мы все говорим, вот мир, основанный на правилах, о чем говорят американцы, он неприемлемый. А на самом деле, по ходу дела, даже до сих пор некоторые из этих правил, значит, продолжаем соблюдать, хотя непонятно, с какой целью. Это же, еще раз говорю, это упущенные возможности, с одной стороны. А с другой стороны, эти упущенные возможности означают, например, дополнительные потери на фронте. Вот эти игры, так сказать, да, всякие, так сказать, непонятные какие-то такие-то джентльменские интриги и так далее, и так далее. Окей, вот это странная, так сказать, ситуация, при которой, ну, я понимаю, там, это можно мотивировать так, мы не сжигаем все мосты для того, чтобы не обострить ситуацию. Но ситуация и так уже обострилась, да, и она, на самом деле, в чем-то даже хуже, чем если бы были сожжены все мосты. Потому что там, где им выгодно, они пользуются, а там, где, значит, они могут давить, они давят, вот, поставляя туда все новые, так сказать, виды оружия, которые, там, стреляют в нашу сторону, вот, и делают все, что им положено делать. Вот мы тоже хвалимся, так сказать, этими количествами сожженных леопардов и Брэдли, ой, я вас умоляю, у них, вот этого железа, у них дохренища еще, так сказать, да. Поэтому они, как бы, ну, это там сгорит, они там, ничего, они освоят новую кучу долларов, как бы, и наклепают еще всяких разных машин. В России помнят и чтят память выдающихся сынов Африки. Я назову их, уважаемые друзья. Мы должны помнить и не должны забывать о них. Крокодил, людоед и мятежник. Это неофициальные прозвища новых партнеров Путина. Африканских диктаторов, согласившихся приехать на саммит Россия и Африка в Санкт-Петербурге. Все они пришли к власти в ходе военного переворота. О временном президенту Буркина Фасо Ибрагиму Траоре в этом даже помогли наемники российской ЧВК Вагнер. При этом две трети лидеров Африки отказались ехать на саммит к Путину. 38 из 54 стран континента не прислали своих делегатов. В результате ему пришлось встречаться с непривередливыми президентами Египта, Мозамбика, Бурунди, Зимбабве и других стран. У президентов Уганды Йовери Мусувене и Эритреи Исайя Сефеверке, удерживающих свою власть более 30 лет каждый, Путин, очевидно, выведывал секреты диктаторского успеха. Запомнится этот саммит не только списком участников, но и плохой организацией. Например, местные власти перекрыли дороги и объездные трассы к экспо-форуму, из-за чего журналистам и участникам приходилось добираться часами, а после выстаивать километровые очереди на проверку. Все ради редкого по нынешним временам международного мероприятия. Деловая программа в разгаре сессии. ДОТ-экспертное сообщество выступает со своим мнением касательно огромного количества сфер дальнейшего сотрудничества России и африканских государств. Добравшись до места проведения, участники развлекались как могли. Военная преступница Мария Львова-Белова дарила сертификаты на покупку компьютерного и медицинского оборудования. Все это досталось представителям Найроби. А ее коллега по ордеру Международного уголовного суда Владимир Путин хвалил африканцев за приверженность традиционным ценностям. Вы сказали о приверженности вашей страны традиционным ценностям. А это то, что нас безусловно объединяет Россию и подавляющее большинство людей, которые живет на африканском континенте. Подавляющее большинство африканских стран. Рабство, торговля людьми, принуждение к секс-работе, насилие и наркотрафик – это лишь некоторый африканский ценностный ряд. Еще одна несомненная ценность – халявные деньги. Так Россия списала африканским странам долгов на 23 миллиарда долларов. К настоящему времени общая сумма списанной нами задолженности составляет 23 миллиарда долларов. Отдельного подарка удостоился президент Зимбабве Эмерсон Нангагва. Путин подарил ему вертолет Ми-38 стоимостью не менее миллиарда рублей. Свой подарок получил бы и президент Египта Абдул-Фатах Ассиси, но он к Путину опоздал. Где-то минуту российский президент в одиночестве, если не считать нескольких журналистов, но это считая в одиночестве, задумчиво мерил шагами комнату. Написал про него придворный летописец Андрей Колесников. Еще один подарок Путина – обещанные в ближайшие три месяца по 25-50 тысяч тонн зерна шести африканским странам. Будем поставлять наше зерно и другое продовольствие, в том числе на безвозмездной основе, а также в рамках продовольственной программы ООН. Ну, самая главная проблема с этим предложением Путина – это то, что это одноразовая подачка, потому что африканские страны-импортеры продовольствия, они заинтересованы в гарантиях долгосрочных поставок, в их стабильности и в обеспечении своей продовольственной безопасности. Одноразовая подачка не решает проблему продовольственной безопасности от слова «никак». Кроме того, как посчитало агентство Bloomberg, в прошлом году только за первые два месяца зерновой сделки страны Африки получили 400 тысяч тонн зерна. Так что Путин одноразово пообещал даже меньше, чем Украина поставила за те два месяца. Но из-за России теперь все это развалилось и возникает дыра в стабильности обеспечения продовольствием. Даже те африканские страны, которые напрямую от поставок через Черное море не зависят, все равно они сталкиваются с негативными последствиями, потому что очень резко рванули цены на продовольствие. Пшеница опять ближе к 8 долларам. Забушель, хотя еще не достигла прошлогодних пиков, но этот рост цен реально ударит по всем. Как все эти системные долгосрочные проблемы решаются одноразовой подачкой от Путина, не знаю. Мне кажется, он даже сам не понимает, как он глупо выглядит. К слову, президент Зимбабве отверг бесплатное зерно Путина. Мы очень благодарны, но у нас нет дефицита зерна в настоящий момент. Что же еще может предложить Россия Африке? Реально то, что мы видим, это то, что после европейского энергетического эмбарго Россия пытается пристроить свои энергоресурсы. Нефть, нефтепродукты, уголь на африканском рынке. И отчасти это получается, потому что многие страны африканского континента энергетически зависимые. Но опять же, это временная история, потому что мир очень быстро движется в сторону зеленой энергетики. И африканские страны тоже развивают у себя проекты из области зеленой энергетики. А вообще, зачем Путину устраивать такой фестиваль невиданной щедрости? Не потому ли, что после ордера Международного уголовного суда он стал невыездным? Подписывайтесь на канал и не пропускайте новые видео. Пишите комментарии и делитесь с друзьями. Мы также будем благодарны за поддержку нашей работы на Patreon или других удобных платформах. Реквизиты в описании к видео. Пишите комментарии и делитесь с друзьями. Спасибо за просмотр! Продолжение следует...